Идущие на профит, приветствую тебя! Привет, друзья, дамы и господа, рад вас всех видеть. Лайки, подписчики, колокольчики, нажимаем, 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 нажимаем. Начинаем сегодня 15 февраля, давайте смотреть, что у нас по биткоину и криптовалютам. Прежде я хотел снова, как каждый день сказать, что эти уроды с биткоин, Чикаго, биржи, торговцы черным золотом, до сих пор не выкладывают отчеты свои, тормозят, даже у них там хакерская атака была, там, неделю или две назад. Все, все прошло уже, они до сих пор не выкладывают. Байден, сколько можно? Ладно, поэтому играем пока с тем, что есть. В общем, линию шеи, вырез линию шеи, будем тестировать. Думаю, с этой целью вчера был взят лонг, точнее так, был закрыт частично шорт, на оставшуюся позицию частично взят лонг, поэтому получается шорт нейтрализовал. Как видим, пока что стратегия верная, стоп переставил чуть ниже, был стоп 21.200, сейчас его перенес. Вот, теперь остается ожидать. Чего ожидаю? Выреза 20-х плечей, 20-е плечи у нас чуть повыше, то есть 22.600, 22.800, и здесь, я думаю, что проколебаемся. Вообще, я надеялся, конечно, что на этом ИПЦ, вот этих всех фундаменталах, это просто все очень быстро закончится, несколькими сквизами, и быстро отъедем, как это мы делали. Ну, много раз, последний раз я показывал вот здесь, да, то есть, то же самое, тест с линией шеи, причем очень динамично и в рамках нижнего накопления, и в рамках теста, то есть, это буквально двумя барами часовыми все делали. Где-то это еще было, я показывал. В общем, такие скам-формы, ну, вот, примерно, да, единственное, у нас тут только такое вот накопление, да, приход сюда, может, так же долго во флет уйдем. Потом, ну, почти везде эти формы есть. Тут вот пока нету. Вот что-то типа того, тоже похожая форма. Где еще? Вот это вот глобально тоже форма похожа. Ну, в общем, о ней форма одни и те же ходим, то есть, тест линии сопротивления. Вот. Теки выше 21500. Я думаю, что будут проходить в целом до 23000. По сипихе. Ну, тоже, опять же, канал. Канал, который рисуют многие. Единственное, что бывает такое, что, как бы, выходим из канала. Это симуляция выпадения, потом с очень, так скажем, очень быстро входим назад в канал. Ну, обычная симуляция, она падение, там, на несколько пипсов. Такое, чтобы прям вышли из канала. Ну, теперь ожидание, наверное, то, что будем тестировать. Еще раз этот канал чуть выше. Вот так вот. Тут даже, возможно, какой-то мнимый перехайд дадим, но это все потом откатится с большой вероятностью. По сантименту, ну, вот здесь вот на бинансе, не знаю, пишет, типа, short account 42, long 57. На другом своем индикаторе очень сильно бросает из стороны в сторону. То есть, если вчера были такие значения, там, 28 всего лишь лонгов, 28%, 30%, то сегодня опять уже 70. Вот я остался, посмотрел. Сантимент очень быстро набивается. Вот. В общем, по плану. Short visit, к нему взят хедж-long. Сидим, ждем. Давайте почитаем комментарии. Коротко и понятно. До пропорядочности утра. Благодарю за утренний обзор. Благодарю за прогноз. Мы с подругой поздравляем тебя с праздником всех влюбленных. Смотрим перед сном и кайфуем. Привет, скажи, пожалуйста, могут ли отразиться проблемы бьюз на льдах, которым принадлежат бинанс, к примеру, ДВТ. Да, частично. Ну, там, знаешь, как они могут отразиться? В том плане, что ликвидность и фонды спасения у бинанса, они все в бьюзе, в бьюзе, в BNB и в биткоине. Вот. И это не есть гуд. Бинанс, я так понял, перестает контролировать потоки. И одним днем пересчитают там бьюз к USDT, переведут. Ну, это в рамках глобальной сворачивания ликвидности. Все, идет. Видимо, по итогу не договорились они с регулятором. Просто они будут потихонечку сушить бьюз. Вот. Я просто не знаю, как там, какой аналитический центр у бинанса. С одной стороны, как только Сизи говорит о том, что no food, no food, ну, не верьте фуду, мы очень сильно падаем. И там даже, это хамаха только большой, много было вырезок, когда на график накладывали его слова, и там в процентах 70 мы падали прилично. Говорит он, это просто то, чтобы его не обвинили в инсайдерских сделках, или наоборот, непонятно, если честно. Опять же, выделение ликвидности альта в такое время, ну, там придется еще побороться многим проектам за ликвидность от бинки. Тем более, он, наверное, будет выворачивать руки. Like, like, за артистичность. Выворачивать руки этим альт-разработчикам. Просто взял шорт с первым плечом. Сколько теряешься, не столько же получаешь эквивалент в битке. Гэмблер с Волл-стрит. Но, обязательно к коину. То есть, взял шорт с первым плечом к битку. Если ты возьмешь с первым плечом к доллару, такая тема не прокатит. Вот. Это уточнение. Бро, ты так бодро начинаешь. Идущий на профит приветствуется. Приветствует. А я же подпрыгнул наушниках. Ах ты. Ах, вот кто Детпулу озвучивает. Я думал, что вечером биткоин выстрелит 23. Молодец. Бро, как жить после 1 апреля, так же, как после 2-го и 3-го. Гамблерусик, покажи настройки Фибы. Да ёпт-дэйс, блять. Просто уже очень много раз показывал. Вот. Вот еще внутри. Но, на самом деле, можно лучше расставить. Это я не очень хорошо расставил. Не всегда удобно тянуть. Но, короче, на паузу ставь, посмотри. На дневке биток чашка с ручкой. На дневке биток чашка с ручкой. Ну, кстати, да. Согласен. Блин, ну там, конечно, надо эти смотреть. Там норма отработки. Должна соблюдаться обязательно. Ах, что-то я не найду. Короче, там откат не больше скольки-то должен быть. По-моему, не больше 50%. Вот этой чашки. По идее, да? По идее, да. Похоже очень. Вот, по-моему, лоу ручки не спустился ниже 50% правой стенки кружки. Ну, то есть, вот кружка 50% правой стенки. То есть, по идее, как раз-таки от катик до 22900 это половина чашки. Ну, туда вообще сходится всё. Так, так, молодец, да, заметил. Я вообще, как бы, этот паттерн мало когда торговал. Но, например, вот здесь вот он хорошо отработал. Помню, в 2019-м, по-моему. Трам-пам-пам-пам-пам. Чашка с ручкой. Вот. Вот здесь. Ну, тут откат прям маленький был. Так, симулятер сейчас включу. Дневочка. Вот. Чашка с ручкой. Вот. Вот, ручка. Ну, тут вообще маленький откатик был. Бам-бам-бам. Гуд. На всё скоро коллаба с Бенамсом. Сервис ДТ. Зажим отбой. ЦРВ. Кто-то двое написали в комментариях про ЦРВ. Ладно, так уж будет, посмотрю. Но только из уважения к активу, которой я раньше постоянно торговал. Зажим. Ну, кстати, вот сейчас в ЦРВ происходит то, что вот с битком сейчас будет тоже приход к точке. По идее, да, по идее сейчас будет отбой. Но на альтах, знаете, такая штука бывает, типа сквизу такие вот. То есть формально, формально мы остаёмся в рамках теста вот этого зажима. Ну, вы поняли, да, кто давно со мной смотрит эти все зажимы. На рубальсе так было. То есть на рубле. Сейчас, секундочку. Разместим правильно точку контроля. Так, вот так. Раз, два, три. Отбой, четвёртый пробой. Всё, good. Вот. Сейчас будет тест. Сейчас будет тест вот этого всего. И вот так вот. Но на альтах вот такие вот сквизы могут быть. Особенно сейчас, когда ликвидности практически нету. Их легко и дампить, и качать. Опять ни о чём. Каждое видео. Одна вода. Ахах, угарная паста. Посмотри, сервизы Т. Шартом пахнет. Пахнет. Пахнет шартом. Посмотрим. Вот сейчас биток. Если будет приходить к... Господи. Ну, короче, вы поняли. 21, 22,900. Что будет делать сервизы. Там просто вот подождать вот такого вот сквиза. Может он будет небольшим. Может он будет вот таким вот. Потому что сейчас опасность есть. То, что мы войдём в диапазон. Снова здесь начнём торговаться. И можем получить гораздо ещё один отбой. Нафиг это надо. Надо просто смотреть, как вот это вот себя будет вести во время битка. Если во время битка здесь просто будет один сквиз. И не будет на торговке. Это good. Если всё-таки во время того, как биток сейчас пойдёт выше, мы закрепимся внутри. Но тут уже надо просто смотреть новый диапазон. Пока что это совпадает с формацией отбоя зажима. То есть тест такой снизу. Вот как примерно нарубай сейчас. Где мне тут рублик? RTD, SDT. Глобальный. Вот. Сейчас открою. Три дня. То есть, да. Это мы попадаем здесь зажим. Образуем другой зажим. И вот-вот мы вышли из зажима. Раз, два, три касания. Пробили. И вот тестировали, 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 тестировали. Видите, в диапазон сюда не зашли. Но если бы с квизом зашли, ничего страшного. Но если бы начали бы торговаться, то надо было уже искать другую точку входа. Но вот так вот тестировали, тестировали зажим. И потом все-таки погнали. Вот. И то же самое сейчас с сервией, кто понял. Так, все. Лайки, подписчики, колокольчики. Нажимаем, дожимаем. Да пребудет с вами прибыль. Пока-пока.